Мы всех вас рады приветствовать на открытых лекциях. Очень надеемся, что получится выстроить диалог. Все спикеры немножко волнуются, потому что для многих это важно. Заинтересованность есть. Микрофончик. А, вы меня заберете? Как будет вам удобно. Разрешите представить. Александр Саркоумов, если я все правильно понимаю, проходите, пожалуйста, к нам. Не стесняйтесь. Смотрите, уже все вас поддерживают для того, чтобы хорошее было начало, если можно. Друзья, не постесняйтесь. Спасибо. Да, да, да. Вы все правильно делаете. Кстати, если хотите поддержать деньгами, он тоже не откажется. Все-таки поддержка – это хорошо. Мне озвучить тему лекции или вы сами? Я буду признать. Лекция очень простая. Облачные технологии как неотъемлемая часть бизнеса. Готовы ли вы? Всегда готов. Спасибо вам большое. Начнем. Коллеги, добрый день. Во-первых, хотел спросить, все ли понимают, что такое облачные технологии, зачем они нужны, как они используются. Или хотя бы слышали об этом. Если слышали, и для вас это не новость, поднимите, пожалуйста, руку. Знают об этом все уже поразительно и очень классно. Главная ценность облака по сравнению с традиционной IT – это гибкость и скорость, которые они дают бизнесу для создания собственных продуктов, для ведения непосредственно, для решения бизнес-задач. Почему именно облако стало настолько популярной темой для обсуждения трендом и где-то даже хайпом и для финтех и для традиционных отраслей в последние три года? Время предоставления инфраструктуры и продуктов сократилось с трех месяцев минимум обычно при работе в традиционном IT до трех минут при работе через клауд, через облачных провайдеров, через API, через юзер-интерфейс. Но все равно это три минуты, а не три месяца. Средний бенчмарк по эффективности, по экономии – это 30%. При том, что можно пойти в более глубокие цифры и можно найти статистику, например, история по Сберу, благодаря использованию внутреннего клауда. У нас большое количество инфраструктуры мы смогли построить. Private Cloud – наша утилизация выросла в 6 раз с 10% на Legacy до 60% при использовании облачных технологий. Следующий очень важный пункт – это надежность. Это безумное количество девяток, которые представлены сейчас, которые вы видите. Это не просто маркетинг, это не только маркетинг. Это реальная надежность, это реальный SLA по сохранности данных, который возможен, который предоставляется исключительно облачными провайдерами, благодаря репликации данных на территории одной площадки и между ними. При использовании либо одного дата-центра, либо классических архитектур это просто невозможно. Что значит безопасность X2? Облачные решения сильно превосходят классические IT в текущем реальном мире. Крупнейший нефтяной европейский холдинг проводил анализ, когда думал, что ему делать – продолжать развиваться самостоятельно, либо переходить на облачного провайдера. Одно из ключевых решений, и ключевых решений против, было, что облако, ну это же у кого-то, это не у меня, мы не будем контролировать, это опасно и вообще. Было действительно большое исследование, но длилось несколько месяцев. Коллеги выявили для себя, что безопасность, которая им позволяет обеспечить облачный провайдер, в два раза выше, чем им позволит сделать собственная команда. За счет чего это достигается? В первую очередь это эффект масштаба, и количество сильных IT специалистов в области кибербезопасности в России крайне мало. Если каждая компания, даже большая, будет создавать внутри очень сильные подразделения кибербезопасности, то людей просто не хватит. Поэтому в мире уже есть тенденция, когда несколько сильных провайдеров забирают на себя эту функцию и обеспечивают просто недостижимые уровни безопасности. Ведущий глобальный облачный провайдер, у него 13 продуктовых групп и самое большое количество продуктов было в безопасности. Это действительно большая точка, которая очень пугает и одновременно неоправданно пугает клиентов от использования облака. При этом это действительно сильно-сильно безопаснее. Все компании глобальные, представленные в рейтинге Fortune, они уже используют публичные облачные сервисы. Три прекрасных примера. Это все известные компании, которые используют облачные сервисы. Платформа по обучению, 500 терабайт трафика ежемесячно прогоняя через себя. Учатся 20 миллионов студентов, 21 миллион студентов. Колоссальные числа, которые невозможны при построении собственной инфраструктуры. Но это гораздо сложнее, медленнее и отвлекает IT-подразделения компаний от создания собственного продукта. Стриминговые сервисы, которые завязаны и на инфраструктуру, и на каналы связи, практически невозможны без использования облачных сервисов, либо колоссальных инвестиций глобально по всей стране для создания CDN, для создания точек раздачи контента. Еще интересная очень цифра. Крупнейших технических IPO было в прошлом году 11. Из них 7 были burning cloud. Они изначально не потребляли не облачные сервисы. Они создавались в облаке. Они используют только облачные сервисы и декларируют, что это одно из их ключевых и отличий, и точек роста, которые им позволили быть настолько эффективными, настолько быстро расти, быть такими масштабируемыми, гибкими и защищенными. Мы многое сейчас сказал про мировые тренды, про какие успехи были достигнуты в мире. Сейчас чуть-чуть поговорю про Россию. В России, к сожалению, картина очень консервативная. Всего 4% потребления инфраструктуры вообще происходит из облака. 96% – это все он-прям, это собственное, это классическое IT. Почему? Потому что люди боятся, люди не понимают, как это работает. Почему вопросы? Когда я говорил про мировое использование, было три компании, которые вы все прекрасно знаете. Они были созданы в облаке, они достигли невероятных успехов. В России сейчас нет ни одного публичного кейса, когда компания изначально шла по пути использования исключительно облачных сервисов и достигла тех показателей по капитализации или по развитию, как глобально. Это отсутствие какой-то информационный вакуум, отсутствие примеров несказанно тормозит развитие бизнеса, облачного бизнеса и бизнеса в целом. При этом мы видим очень положительный тренд и динамику. Уже сейчас 450 миллионов объем рынка России. Вырос средний годовой рост за три предыдущих года 44% и прогнозируемый рост дальше 30-35%. Это колоссальные числа, которые показывают, что тренд все-таки действительно очень агрессивный. Если сейчас рынок уже к этому готов. Поэтому посыл, который у меня есть, который поможет всем бизнесам развиваться, это коллеги не бойтесь. Начинайте пробовать. Это супер просто. За три минуты вы получите любую инфраструктуру, которую можете только пожелать. Отмасштабируйте еще за три минуты и при этом получите те бизнес-ценности, как-то надежность и безопасность, про которые я говорил чуть раньше. А самое радостное, что меня уже позволяет чувствовать очень оптимистично и воодушевленно, 90% IT-лидеров компаний готовы к использованию облаков. Это статистика по топ-300 или топ-500 больших корпоративных компаний в России. Я надеюсь, что средний бизнес может за ним потянутся тоже. И мы сможем догнать по уровню проникновения облачных сервисов. Это 45% глобальный мир в ближайшее время. На этом я все. Готов ответить на ваши вопросы. Спасибо. Конечно. А что такое Сберклауд? У меня есть этот слайдик. Я про него чуть меньше хотел заниматься сам пиаром. Наша история началась 4 года назад глобально в рамках банка. Мы начали переход от классического IT от Legacy в сторону облачной инфраструктуры. Изначально это был VMware OpenStack. За эти 4 года мы прошли большой путь. И сейчас мы получили достаточную экспертизу для того, чтобы сделать своего внутреннего клауд-провайдера. Гиперскейлеров в России, к сожалению, до сих пор нет. И наше желание, наша цель стать одним из них. Как мы это сделаем? Полгода назад, 15 марта, я защитил стратегию направления. И мы начали нашу операционную деятельность активную. С тех пор мы запустили в коммерческое использование, в промышленное два ключевых продукта. Это виртуальные цоты и резервное копирование. Этим мы закрыли больше 90% текущих необходимостей клиентских и текущего предложения, которое есть на российском рынке. Дальше банк уже много лет инвестирует в создание 4 платформ. Это порядка 180 технологических отчуждаемых сервисов. Мы верим, что за ближайшие два года мы сможем по количеству, качеству сервисов сильно приблизиться к гиперскейлерам. Это Amazon, Google, Cloud Platform и Microsoft Asia. И таким стать гиперскейлером российским. Вот это, что мы есть сейчас и кем мы хотим стать в ближайшие два года. Я правильно понимаю, что вы планируете сервисы предоставлять не только Забербанку? Мы как Сберклауд не предоставляем сервисы Сбербанка. Мы предоставляем сервисы ДЗО группы. И наша основная задача – это коммерциализация технологических разработок банка. То, что «eat your own dog food» – это не совсем красиво звучащий фразеологизм. Он к нам относится на 100%. То, что мы потребляем сами, как банк, как экосистема, как ДЗО группы, мы готовы предлагать рынку, потому что мы уверены в том, как это работает, мы уверены, что там под капотом. И наша глобальная задача на этот год догнать конкурентов, на следующий год – это вывести платформенные сервисы, которых нет на российском рынке. В рынок, именно в коммерческий рынок. Спасибо. Да, здравствуйте. А когда вы говорите о сервисах, которых нет на российском рынке, то вы какие сервисы именно имеете в виду в контексте облачных? Возможно, буду звучать слишком консервативно, но сейчас российский рынок облаков – это три большие части. Первое – это как раз гиперскейлеры практически 30% рынка. Это Amazon и Asia, которые меньше используют корпорации, больше используют в терминологии это ISV разработчики софта, которые ориентированы на глобальный американский рынок. Вторая большая, примерно 60% рынка, часть облачного предложения – это рынок интеграторов. Это всем нам известные компании, которые много лет создавали под ключ инфраструктуру и законченные SaaS решения интеграции для клиентов. И 10%, даже на самом деле меньше, это технологические компании, которые только-только начинают свой путь. Это Mail, Яндекс, Сиберклауд, чуть-чуть МТС. То, что сейчас сильно востребовано и зрелого нет ни у кого, к сожалению, это контейнеры базы данных. Это прям все хотят, но там интерпрайз уровня с высоким SLA ни у кого нет. Ну, к сожалению, это факт. Следующая история, я очень верю в серверлесс. Для большого количества задач при правильном использовании невероятно крутая технология, которая позволяет извлечь максимальную пользу из облака. Мы говорим, что есть три стадии IT. Это Legacy, прям совсем классика-классика. Также есть Cloud Ready приложение, это использование виртуальных машин и снижение кванта инфраструктуры с сервера до виртуальной машины. И следующая история, это Cloud Native приложения, которые либо мультиклаудные, либо квант настолько мал, что они… вообще неважно, какая инфраструктура под ним. Сейчас там два провайдера вывели, серверлесс на VM и серверлесс кубернетис, серверлесс контейнеры. Это то, что текущему разработчику нужно вчера. Но, к сожалению, в России никто это не умеет делать. Мы хотим это сделать в ближайшие полгода. Следующий сервис – журналирование, логирование, мониторинг. Они сильно-сильно технологические уже. Мы уходим прям совсем в историю для разработчиков. Они будут появляться постепенно. Я надеюсь, что будем радовать ежемесячно новыми релизами. Да, спасибо. И тогда небольшой уточняющий вопрос. Касательно наличия сервисов, наверное, история все-таки дискуссионная, потому что и Database as a Service, и там тот же Kubernetes про контейнерную историю, она не новая, и есть достаточно зрелые на самом деле уже решения. Вот. Тут то, что мне интересно, что, как вы считаете, у вас внутри является вашим условно-конкурентным преимуществом, и которое позволит, как вы говорите, за два года нагнать ребят вроде AWS, Azure, которые прошли там уже кто-то 10 плюс лет в эту сторону, кто-то там 7-8 лет. Вот как за счет чего закрыть гэп, который действительно очень большой между локальными игроками и глобальными облачными провайдерами? Очень хороший вопрос. Спасибо большое. И я сначала там отвечу на первую часть про это история не нова. И я сказал, что наша задача это догнать и закрыть ту потребность, которая есть на рынке, которая прям болит, когда не то, что мы придумываем новый продукт, а у нас просят его просто дайте, пожалуйста, качественный куб, чтобы мы могли разрабатывать свои приложения и не думать вообще ни про что. что если к нам приходят такие запросы, значит, зрелость, я плюс-минус в одной компании в России вижу, что они более-менее зрелые, но и то есть вопросы, мы сами тестировали. Когда, отвечая на второй вопрос, как мы будем догонять ребят, которые по 12 лет в это инвестируют, ответа два. Первое. Мы уже видим, что есть на рынке, мы примерно понимаем, что используется, потому что мы живем как бы не в сферическом вакууме, а у нас 13 тысяч разработчиков, которые каждый день создают приложения. Мы знаем сервисы, которые используют, так как разработчики все ребята крайне креативные и хотят использовать лучшее, что есть в мире, они смотрят на зарубежные аналоги и говорят, что это хорошо, это хорошо, это так себе не нужно. Мы можем а. приоритизировать и б. тестировать это на живых людях. Ну, я считаю разработчиков людьми живыми, прям хорошими. Вторая история, уже третья, то, что мы начали инвестировать несколько лет назад в четыре платформы. Это единая фронтальная система, это платформа поддержки развития бизнеса, платформа по работе с данными. Мы называем Сберворкс, это CICD процесс автоматизации, там и инструментарий, и фреймворки. Это уже то, что работает в банке. Core банковские системы работают на этих платформах. Мы их не можем сейчас вывести в рынок в полном объеме, так мы это делали для себя. Они не все cloud native, не все multi-tenant. Коллеги, я прошу прощения за то, что иногда ухожу сильно в технологические термины и в глубину. Но они, если они непонятны, то дайте знать, я либо объясню, либо буду упрощать свои ответы. Они не multi-tenant. Как только они станут такими, наша цель и стратегия, это переход в cloud native, то мы будем их водить. Я надеюсь, что исчерпывающее ответил. Извиняюсь, извиняюсь. Очень строгий тайминг. Команда организаторов просит, уважаемые участники, если вдруг у вас еще есть вопросы к спикерам, можно будет сейчас Александру задать вопросы в частном порядке. Александр Сороковов, дорогие друзья, спасибо за поддержку. Спасибо большое, коллеги. Генеральный директор Сберклауд. Спасибо большое. У меня, правда, две руки, но спасибо. Следующий, Андрей. Хорошо, конституционно так сложилось. Лекция Андрея Алексахина. Как заново изобрести бухгалтерию для малого бизнеса. Руководитель дирекции новых цифровых сервисов в департаменте корпоративного цифрового бизнеса Банк ВТБ. Спасибо, ты справился. Добрый день, друзья. У нас формат лекции, соответственно, хочется, чтобы это было полезно. Я расскажу о том, как мы запускали наш проект «Цифровая бухгалтерия», расскажу о том, какие инсайты мы получили. И премии немало, но я постараюсь быть интересным для вас. Коллеги, так, а он не работает. Нет, все работает. Отлично. В начале года мы стали, всерьез озадачились нашей команде цифрового корпоративного бизнеса под руководством Спартака Салонина, назаботились задачей создания нового нефинансового сервиса цифровой бухгалтерии. И, ну, наверное, как и большинство коллег, банковских коллег на этом форуме, мы, конечно, пошли к уже цифровизированным бухгалтерским компаниям, провели переговоры со всеми известными игроками, но очень быстро поняли, что сделать тот продукт, который мы хотим, а именно аутсорс-бухгалтерию для малого бизнеса под ключ по лучшей цене на рынке с лучшим качеством, будет сделать достаточно сложно. Сложно, в первую очередь, потому что, ну, коллеги ориентированы больше на верхний сегмент малого бизнеса, а именно в части аутсорс-сервиса, а мы хотим поработать именно с начинающими новыми предпринимателями. Поэтому мы начали делать с нуля сами, и уже через несколько месяцев, и это предмет нашей отдельной гордости, нашей команды, через несколько месяцев мы выпустили в релиз новое мобильное приложение под названием «Цифра». Это скриншоты уже, скриншоты боевого приложения, которые вы можете скачать, ссылка будет в самом конце. Якорный его функционал заключается, безусловно, в налоговом бухгалтерском учете, при этом мы подошли к нему тоже достаточно необычно, мы сделали дашборд налоговый, поскольку это аутсорс-сервис под ключ. И это оказалось очень удобно. Мы дали нашим пользователям возможность автоматически загружать выписки из других банков, и это помогает восстановить налоговый учет в середине отчетного периода, либо сделать учет удобным, а также удобный мундбординг. Есть час с бухгалтером, в котором закрываются все типовые и нетиповые вопросы. Там 24 на 7 находится консультант по бухгалтерии, бухгалтер и сервисы для самозанятых. Но как и любой правильный продукт, конечно, опубликовав MVP, мы сделали исследование, мы провели серию глубинных интервью с респондентами и хотели выяснить вообще, сделали ли мы постребованную вещь для небольших предпринимателей. Я пролистаю слайды и сразу перейду к нашим портретам. Мы выделили три основных группы, называли их новички, среднячки и эксперты. Новички – это ребята, которые ведут бизнес менее года, среднячки, соответственно, от года до трех, и эксперты старше трех лет. Причем не обязательно важно, чтобы они были официально зарегистрированы в ФНС. Они могут вести бизнес и как самозанятые, и как принимая деньги на карту физического лица. Важны именно их отношения. Эксперт мы отринули, экспертов мы отринули как нашу нецелевую аудиторию, и оставшиеся два портрета разделили еще на три группы. Условно назвав эти портреты так, как это представлено на слайде, это элементарно делегирую профи и помогите мне. Первый – это индивидуальный предприниматель на УСН-6, без сотрудников. Он сам ведет бухгалтерию, он хорошо понимает текст закона, он может работать с информацией и читать тексты законов. У него нету бухгалтера на аутсорсе, он не пользуется банковскими приложениями бухгалтерии, потому что хочет вести ее сам. Его цели – это базовая автоматизация, автоматизация своего бизнеса на базовом уровне, получение стабильного потока клиентов, и это то, на что он обращает свое внимание. Второй портрет – он уже более взрослый, более состоявшийся предприниматель, делегирует профит, там оборот уже до 15 миллионов рублей в год. Это также индивидуальный предприниматель, но режим налогообложения уже помимо УСН-доходы, появляются 15% дохода, минус сарходы и патент. Интересные инсайты с этим портретом в первую очередь завязаны на том, что такие предприниматели хотят работать фейс-то-фейс со своим бухгалтером. Они хотят видеть его в лицо, они хотят знать, где он живет, они хотят в случае чего дать ему по шапке. И это, в свою очередь, накладывает на них дополнительные обязательства, вернее, я даже сказал, неудобства в какой-то мере, потому что наш портрет – это молодой современный предприниматель, зачастую имеет некий лак в общении со своим бухгалтером, потому что бухгалтер в большинстве случаев – это человек в возрасте от 45+. И он не просит доступ в интернет-банк, он просит загрузить ему выписку и отправить ему по почте или в WhatsApp. При этом делегируя профи принципиально не хочет погружаться в то, что непрофильно для его бизнеса, и в связи с этим не может качественно проконтролировать работу своего бухгалтера. Самый благодарный портрет – тот, который сейчас составляет основу нашего сервиса. Мы его назвали «Помогите мне». Это предприниматели, которые ведут свой бизнес до года, и они находятся в постоянном стрессе. Они как губка впитывают всю информацию, которую только могут найти, потому что они боятся. Боятся того, что… Боятся тех страшилок, которые они слышали от своих коллег, партнеров и других предпринимателей, что где-то у кого-то не сошлась одна копейка, и налоговая заблокировала счет, банк, ОБ пришел и все прочее. И поиск их информации, он не структурирован, он носит хаотичный характер, и поэтому они используют это как защиту от стресса. Они слушают бизнес-ФМ в машине, они смотрят YouTube. Кстати, интересно, что то, что мы узнали от наших респондентов, что даже такие небольшие предприниматели все поголовно подписаны на сервисы, такие как «Главбух» и «Упрощенка». Это было удивительно на самом деле для нас. Такой портрет. Он не имеет сотрудников, это поголовное ИП на упрощенке доходы, опыт до года, оборот до полутора миллионов рублей. И продвинутая аудитория этого портрета пользуется онлайн-сервисами, преимущественно от банков. Менее продвинутые платят аутсорсному бухгалтеру. Собственно говоря, наш проект, он как раз и нацелен, его вектор атаки – это знакомые бухгалтеры. И разговаривая с этими клиентами, мы увидели те боли, которые мешают на самом начальном этапе становления их предпринимателями. Так они, например, не хотят регистрироваться в ФНС и тянут до последнего, потому что боятся бумажные волокиты и боятся даже открывать расчетный счет, зная, что довольно много бумажек, различных заявлений нужно собрать, и если ошибиться где-то, то будут неприятности. Такие клиенты имеют ряд задач, связанных со своей спецификой рода деятельности. Они не умеют читать договор, не умеют его составлять, они боятся это делать, и в этом мы им можем помогать, и, собственно, помогаем непосредственно. Есть история с консультированием, которая для портрета – это элементарно – носит точечный, разовый характер и требуется в конкретной ситуации, вот именно в этот момент, то для «Помоги мне» нужна информация общая о том, что они делают правильный бизнес, о том, что они могут развиваться. И, например, очень интересно этому портрету оказались истории успеха, лайфхаки, то, что они смотрят постоянно. Кстати, это нас натолкнуло на запуск дополнительного функционала в нашем приложении Stories. И разные портреты также отнеслись к Stories по-разному. Мы сейчас тестируем в нашем мобильном приложении контентную систему, которая генерирует релевантные истории для каждого портрета. И вот тот же этот элементарно относится к этому как к рекламе и не хочет читать. Делегирую профи, выразил интерес к аудиоформату больше, чем к текстовому. «А помогите мне, готов потреблять все». Ему это очень интересно, и он жадно его поглощает. Интересные инсайты, которые мы выявили в результате исследования, я остановлюсь на них чуть подробнее. Консультации. Как я сказал, потребность есть. Достаточно много сервисов на рынке, которые оказывают различного рода консультации, но о них не знают. Наша задача дать их заранее, чтобы когда возникла подобная ситуация у предпринимателя, он знал, куда обратиться и где посмотреть. Устно проще. Начинающие предприниматели, особенно в портрете «Помоги мне», зачастую не могут сформировать свою проблему текстом. И нашим бухгалтерам приходится задавать наводящие вопросы, вытягивать из них информацию и делать так, чтобы эти люди просто объяснили, что их беспокоит. Обеление бизнеса. Для небольших предпринимателей, которые составляют целевую аудиторию нашего проекта, это зачастую главным стимулом открыть бизнес, пойти в налоговую, зарегистрироваться. Это требования от партнеров крупных компаний. Зачастую они помогают, но очень часто все чаще. Начинающие предприниматели пользуются банковскими предложениями и банковскими сервисами. Оформление сотрудников. Еще один стоп-фактор, который приводит к нахождению предпринимателей в серой зоне. Кадровый учет кажется предпринимателем очень сложным. Очень сложным, очень непонятным. Появляется огромный дополнительный пласт отчетности, который надо вести. И это привело к тому, что нашим приложением появилась функция кадрового учета, где есть всего лишь три кнопки. Это принять сотрудника, уволить сотрудника и выплатить ему зарплату. Мультибанк оказался очень удобным именно для онбординга наших клиентов. Как я говорил, мы даем клиентам возможность загрузить автоматически выписку, на основании чего будет рассчитана налогооблагаемая база. Но интересно, кстати, что портрет молодого современного предпринимателя, они не чувствуют сложности в переключении между интернет-банком, как физикой, Юрика. Они это воспринимают как наклейку на яблоке. Она сначала раздражает, а потом ты привыкаешь к ней, и она перестает тебе мешать. Документы, договоры – это все то, что имеет значительный спрос и значительный запрос среди наших клиентов. Как правило, договор меняется один-два раза в год, и начинающие предприниматели зачастую испытывают различные сложности, связанные с этим. Например, один из наших респондентов, который участвовал в исследовании, попал в неприятную ситуацию, когда поставщик просто отменил поставку и не вернул деньги. А человек оказался, что он даже не знал, куда обратиться за помощью, как написать заявление, или как вернуть деньги, как подать иск. И вот со всеми этими вещами банку нужно помогать своим предпринимателям, потому что банк воспринимается среди практически всех индивидуальных предпринимателей как гарант качества, гарант надежности, и то, что банк будет отвечать за свои действия. Мы, в свою очередь, стараемся это поддерживать. Это QR-код, по которому можно скачать наше приложение. Также моя почта. Сейчас приложение находится в пилоте, поэтому пишите, мы рады будем сотрудничать. Спасибо. Возможно, вопросы? Нет? Спасибо большое. Переходим дальше. Спасибо. Следующий спикер, следующая лекция. Алексей Натекин. Тема лекции «Глобальные тренды машинного обучения в 2019 году». Можно один вопрос? Здесь в приложении написано, что вы основатель и диктатор. Да. Все верно. Да. Произвол и диктатура. Диктатура на проводе и с микрофоном. Что? Поехали? Всем привет. Вчера буквально на этой сцене была забавная панельная дискуссия, где разные представители финансовой отрасли рассуждали на тему искусственного интеллекта, машинного обучения и всего такого. Там подняли вопрос, что вам такое запомнилось в искусственном интеллекте в 2019 году, ответа на который не было, но который так уж получилось, что будет сейчас. Немножко про себя, собственно, чем я занимаюсь. Действительно, произвол и диктатура в русскоязычном датациентском сообществе – тысяч на сорок человек. Делаем тоже конференции. Дата-фест, например, тысяч на шесть человек. Покрыли 4 миллиона школьников с помощью Минкомсвязи и Министерства просвещения. Еще, между прочим, сегодня труды нашей команды при поддержке Сбербанка официально получили подпись верховного главнокомандующего «Смотрите новости на ведомостях про национальную стратегию искусственного интеллекта». Ну и еще парочка вещей из серии. Помочь компаниям людей нанять, помочь компаниям датациентистов структурировать и все такое. Но перейдем к нашим баранам. Лекция называется «Тренды машинного обучения» и «Почему машинное обучение не искусственный интеллект?» Хотя здесь можно было слышать эту фразу с самых разных сцен. Ну, раз выступление про тренды, идем в Google Тренды. Что мы здесь видим? Ну, машинное обучение все больше и больше растет, а тренд про искусственный интеллект почему-то годика-полтора назад остановился. Если вам интересно, почему это произошло, напомню про еще один такой тренд. Помните, как года четыре назад все только и говорили, что про бигдату, а потом резко взяли, переобулись и начали все это дело называть и продавать как искусственный интеллект. О том, насколько это связано с тем, что сейчас происходит с искусственным интеллектной бигдатой, можете проверить на Google Трендах. Спойлер, ждите новые выиски, под которые вам будут продавать все то же самое через пару лет. Теперь, чем же запомнился 2019 год? Ну, во-первых, у человечества отобрали очередную игрушку. Раньше отбирали у человечества игрушки Atari, потом, все вы знаете эту историю про Go, потом покусились на Dota, в этом году почти отобрали Dota. Но главное, где-то в феврале-марте прошел матч, и у человечества отобрали StarCraft. Это обучение с подкреплением, которое стало все более классно работать на такого рода все более сложных игрушках. Но это не все про обучение с подкреплением. Стали появляться и более жизнеутверждающие демки. Например, обучение домашнего виртуального питомца. Это все еще развлечение из серии «Какие классные штуки можно делать с новыми технологиями?». Но, тем не менее, и обучение с подкреплением в 2019 году наконец-то оформились полноценные приложения, где оно полезно. Робототехника. Если ваши финансовые организации собираются что-то делать с робототехникой, то поздравляем. В 2019 году у вас появился более-менее рабочий инструмент. Прежде всего в это сейчас складываются Google с OpenAI, но рабочие приложения уже появляются. Они как бы появлялись и до этого, но сейчас это стало полноценным инструментом. Едем дальше. Что еще в 2019 году хорошего произошло? Ну, пожалуй, самым важным трендом, самым важным фактором, который влияет на применение машинного обучения и его распространение по компаниям, включая финансовые, это то, что полноценно оформилась инженерная составляющая. Появилось больше инструментов, которые позволяют делать машинное обучение более воспроизводимым, более масштабируемым. В довеса ко всему этому, на самом деле, стоимость внедрения модели к вам в продакшн существенно упала. Пять лет назад нормальных инструментов и интеграции с продакшном, это было достаточно кровопролитным и сложным процессом. В 2019 этих инструментов и возможностей стало больше. Куда меньше и кровью. Если у вас есть инженеры, отвечающие конкретно за машинное обучение, вам это стало внедрять сильно быстрее, сильно качественнее. В довеса к этому появились специфичные ответы, например, на такие запросы, как GDPR и общий data protection. Вещь, которая называется federated learning. Если хотите, можно потом пообщаться в кулуарах. Ну и, как я уже сказал, очень много инструментов, очень много фреймворков. Возможностей для применения и для внедрения стало сильно больше. И, скорее всего, ваша команда сможет на коленке собрать рабочий прототип раза эдак в четыре быстрее и не менее качественно, чем если обратиться к профессиональным интеграторам. Ну, потому что интеграторы, а не на то и интеграторы. Это никогда не должно быть прям супер-супер быстро. Вот. Машинное обучение. Продолжаем. Его применение в быту. Во-первых, все больше полезных инструментов теперь появилось для интерпретации машинного обучения. В частности, запросы вида интерпретируемости, понятности, объяснимости и управляемости моделей, они все чаще стали подниматься, и на них начали появляться обстоятельные ответы. Отдельно выделилась такая область, как не столько машинное обучение для задач безопасности, сколько вопрос о безопасности для машинного обучения. Относительно недавно была вот эта вот история, что люди смогли за счет переноса стиля голоса обхитрить некоторые организации. Это скорее говорит о том, что в организации работали непрофессиональные дворники, но тем не менее злоумышленческое использование машинного обучения стало тоже новой возможностью. То есть это даже не столько инструмент для защиты, сколько возможностей в том числе для незащиты. А в довесок к этому появились вопросы, что в принципе в модели машинного обучения можно и различные закладки ставить, но это уже вопросы для любителей и профессионалов в области безопасности. Если здесь такие есть, можно опять же это пообсуждать потом. Анализ текста. Может быть вы тоже помните, как несколько лет назад всем вешали лапшу на уши про сверхумных чат-ботов, про то, что мы тут сейчас можем все что угодно классифицировать, отвечать. Компании видов Facebook рисовали и делали фейковые презентации про их супер-мессенджер, который все за вас делает. До относительно недавнего времени анализ текста до сих пор оставалась достаточно колхозным направлением в том плане, что что-то работало, но далеко не так качественно, как это рисовалось в продающих презентациях. За последний год появилось много качественных новых подходов, новых моделей, всевозможные умфиты, трансформеры, берты, роберты, в том числе предобученные крупными компаниями, благодаря которому вы сегодня можете взять, скачать предобученную модель, оперативненько ее для себя настроить, и оно будет уже не стыдно работать. До сверхкрутого качества, возможно, еще нужно какое-то время, но тем не менее, новые возможности, новые модели, новые подходы. Здесь сейчас без регистрации и смс. Отдельно про анализ текста в этом году была еще классная история от OpenAI, компания такая, создала новую архитектуру и новую серию моделей, которые, как им казалось, настолько эффективно способны генерировать фейк-ньюс, что они решили до сих пор не выложить полную версию этих моделей. И, к слову, в аптечках действительно генераторы уже плюс-минус осмысленно связанного текста там работают. Нельзя сказать, что человека уже можно выносить на свалку истории в написании текстов, но, тем не менее, прогресс достаточно далеко шагнул конкретно в этом году. Еще из интересного, вот там вот есть стенд Сбербанка, на котором раздают флайеры про AI Journey. Этой осенью начался конкурс, в котором участники могут попробовать сделать полноценное решение, которое полностью пройдет экзамен по русскому языку. В соответствии со всей методологией, как оценивается ЕГЭ, и в том числе с написанием сочинений. И, спойлер, спойлер, уже есть решения, которые проходят тест ЕГЭ на троечку. То есть, задумайтесь, люди, чуваки типа меня, взяли на коленке плюс-минус по вечерам, наколупали какое-то решение, которое может сдать ЕГЭ с написанием сочинения не хуже, чем на три. А мы ожидаем, что на самом деле там будут решения и на четверку. Похожая история случилась и в начале сентября с штатовским институтом Алина, которые сделали решение, которое может хорошо проходить более базовый тест. По естественным научным дисциплинам с выбором ответа по тематике восьмиклассников в штатах. Короче, и здесь алгоритмы начали поджимать человеков. Дип-лернинг базовый, тоже в нем происходит много всего интересного. В этом году был просто какой-то абсолютный взрыв шаблонных проектов. Это нечто не существует, this person doesn't exist, this waifu doesn't exist и так далее. Там были и картины, чашки, чайники, короче, что угодно. Этих сервисов стало все больше, это игрушечные сервисы. Но это скорее говорит нам о том, что можно генерировать достаточно качественно очень сложные объекты. До этого дип-лернеры не могли нормально работать с абсолютно всеми типами данных. В этом году очень сильно прокачалась история с анализом графовых данных. Это менее релевантно для банкиров, но тем не менее куча новых архитектур, которые сильно поменяли статус-кво в задачах работы с графами. Ну и, конечно же, в зрении про фейки, дип-фейки и истерию с ними вы, я думаю, слышали достаточно много. Но, например, появилась новая прикольная обратная задача, где по фотографии, в том числе давно умершего человека, допустим, можно взять и сгенерировать видеоанимацию. Вот здесь, например, по фотографии Сальвадора Дали делают анимацию, короче, проворачивают фарш обратно. Теперь можно и такое делать. Если подытожить, что же происходит и что происходило? Ну, в первую очередь, по ряду задач некоторые вещи, наконец-то, начали не стыдно, а местами и прям нормально, качественно работать. Построение систем машинного обучения стало существенно проще, быстрее и, главное, надежнее. А по ряду направлений, где, собственно, долго-долго копали, в части из них, наконец-то, докапываются до чего-то полезного. Что будет дальше? Ну, во-первых, машинное обучение станет еще более переиспользуемым. В частности, благодаря такой вещи, как Transfer Learning, будет все больше готовых заготовок моделей, которые можно достаточно быстро у себя взять и переиспользовать. И, опять же, с святым словом и изолентой прикрутить себе достаточно качественным образом. Отдельная история про большую обобщающую способность и работу, в том числе, с причинно-следственными связями. Сейчас, будем честны, почти все алгоритмы так или иначе работают с тем или иным видом корреляций между какими-то представлениями в данных. В частности, если… Вот есть такой классический пример про странные корреляции. Например, можно было ведь корреляцию в показателях количества суицидов от повешения и объем финансирования науки в Штатах. Понятно, что, скорее всего, причинно-следственной связи между финансированием науки и количеством повешений, скорее всего, нет. Но алгоритмы про это не узнают. Тем не менее, в сообществе машинного обучения начали более активно прокапывать историю с восстановлением этих причинно-следственных связей, зависимостей, построением моделей мира и всего аналогичного, чтобы, опять же, модели были более качественные, более переиспользуемые и, главное, лучше обобщались. Ну и отдельное прикольное направление – это то, что мы, как люди, привыкли сами дизайнить алгоритмы, сами их придумывать, придумывать для этих алгоритмов специальные процедуры. А что, если мы напишем алгоритм, который будет сам генерировать алгоритмы, которые будут точнее, чем текущие, придуманные человеком, и еще и быстрее. Потратив на это пару миллионов GPU-часов, в прошлом году у Google получилось сделать так называемый NASNet – Neural Architecture Search. В этом году это движение продолжилось. В частности, теперь можно обучить такие архитектуры, которые будут быстрее и качественнее, чем все, что придумал человек, но они будут абсолютно неочевидны. То есть вот примеры архитектур, которые вытаскивает NASNet. Но это скорее говорит о том, что мы, как люди, теперь не единственный генератор новых алгоритмов, которыми мы будем пользоваться. Так что к вопросу про интерпретируемость и понятность модели машинного обучения готовьтесь к следующему этапу, когда появятся алгоритмы, которые человек вообще абсолютно не вдупляет, как появились, как они работают уж тем более, чтобы даже догадаться до того, как они построены. Но работать они будут и качественнее, и быстрее. Вот такой у нас итог. Больше переиспользуемости, больше обобщающей способности, и лучшие семейства алгоритмов машинного обучения в ближайшем будущем. Будет ли сильный искусственный интеллект – это предмет отдельных дебатов, но то, что машинное обучение будет более общим – это к гадалке не ходи. Условно говоря, вопрос буквально пары-тройки лет. На этом все. Спасибо. Огромное спасибо, Алексей. Может быть, в зале есть вопросы? Сейчас самое время. Мы вас отпускаем. Ну, у матросов нет вопросов. Я могу сказать, что через 40 минут во втором зале будет панельная дискуссия про все эти ай-ай с людьми, которые профессионально занимаются всеми этими ай-аями в разных организациях. В частности, вот там будет Максим Еременко, чиф-дата-санетист Сбербанка. Там будет из Тинькова коллеги, там будет коллега из CFT, Ваня Комаров, тоже чиф-дата-санетист CFT. И вести это будет Вадим Кулик из ныне банка ВТБ. Так что хотите послушать больше про то, что же под капотом у всех этих искусственных мозгов в банкинге? Заходите на огонек. Спасибо. Спасибо большое. Огромное спасибо. Забираю. Спасибо большое. На сцену для следующей лекции приглашаем Олега Шибанова. Держите. Необходимые инструменты. Нужен кликер. Тема лекции. Активное пассивное управление инвестициями. Человек или робот? Супер. Всем видно. Всем добрый день. Так, я очень быстро постараюсь... Хорошо бы, конечно, часы было завести такие, сколько осталось времени. Ну ладно. Рассказать вам просто про то, что мы знаем на сегодняшний момент. За сколько до окончания томинга вам предупредить? За три минуты. Годится. Гениально. Значит, смотрите, я сейчас быстро расскажу все-таки, какие стайлайст фэкс у нас есть про эту историю. Что происходит в том числе с роботизацией, с робоадвайзингом и другими вещами. И смотрите, начну я все-таки с того, что есть какие-то стилизованные факты относительно нашего знания про пассивные активные инвестиции. Здесь история простая. Вот этот график справа показывает, насколько сильный произошел переток из активных. Это нижняя зеленая часть в пассивные. Это верхняя красно-синяя. Частично индексные фонды, частично ETF-ы. Это американский рынок инвестиционных фондов. Ну, mutual funds, let's put it this way. Значит, и с чем это связано? С тем, что вообще говоря, активные инвестиции довольно плохи. Их качество управления низкое по сравнению с тем, что пассивные инвестиции могут предложить. При этом институциональные инвесторы, то есть управляющие типа управляющих компаний, считают, что они умеют хорошо выбирать менеджеров, которые будут управлять этими активами и продолжают на этом настаивать. Робоадвайзинг как не алготрейдинг, а именно способ предложить простому инвестору что-то новенькое. Это важный, возможный шаг вперед для того, чтобы портфели были лучше. И я покажу, правда это или нет. И, наконец, самое простое, что, наверное, сейчас рекомендуется большинству базовых инвесторов, это идея Баффета. И что за идея Баффета? Вот это идея Баффета. В 2013 году, когда он разговаривал со своими акционерами, он сказал, слушайте, совет, в том числе моей жене, как он это тогда подавал, не может быть проще. И 90% в акции и лучше всего в Spider, то есть в S&P 500, в какой-нибудь простой индексный фонд. В американских реалиях индексные фонды более выгодны, чем ETF. И 10% краткосрочной фактической ликвидности в гособлигации для того, чтобы, если что, иметь возможность манипулировать своим портфелем. На долгосрочном горизонте это, очевидно, правильный совет. Потому что, когда вы смотрите на то, как себя ведут акции и облигации практически на всех разумных рынках, правда, здесь график такой подловатый, потому что это рынки, которые выжили в промежуток времени с 1900-го до 2016-го. Российский рынок просто исчез. В этом плане, как бы сказать, что это гарантированные доходности, я бы не решился. Но, тем не менее, когда вы смотрите на большинство разумных рынков, и если вы не верите в глобальные катаклизмы в будущем, что нас съедят роботы или будет ядерная война, наверное, думать об акциях, это синие столбцы по доходности, гораздо выгоднее, чем думать об облигациях или о краткосрочных гособлигациях, которые обозначены желтым и, соответственно, зеленоватым. И в этом смысле, когда вы думаете про российские реалии, у нас индивидуальные инвестиционные счета не показывают, что инвесторы хорошо понимают, что происходит с их инвестициями, потому что большинство этих инвестиций, вторая цитата, это инструменты с фиксированной доходностью, причем инструменты, которые еще имеют достаточно низкую фиксированную доходность, гособлигации, муниципальные облигации и фактически блю чипс, корпоративные облигации. Значит, это, конечно, замечательная история, и тут надо крепко инвесторам подумать, что с этим делать. С другой стороны, насколько выгодно пытаться спекулировать, в хорошем смысле этого слова, на рынке акций? Строго говоря, довольно невыгодно. Почему? Прекрасная статья очередная замечательного ученого, который решил посмотреть на то, что же происходило с акциями и облигациями на разных рынках. За довольно приличный промежуток времени. Значит, он взял 30 разных рынков, там есть Россия, сравнивает доходности акций с тем, что происходит с одномесячными гособлигациями США, самым ликвидным и наиболее сохранным, наверное, в данный момент инструментом в мире. Когда вы смотрите на такой набор акций, желательно, чтобы там были все, в том числе компании, которые обанкротились, он так и делает, и получаются примерно следующие результаты. Здесь все цитаты, но bottom line, вот это мне очень нравится, скорее вторая и третья часть. В мире всего лишь 1.33% компаний сгенерировали всю чистую добавленную доходность от инвестиций. А если вы берете вне американского рынка, то еще хуже. 1% от всех компаний, которые там когда-либо лестились, сгенерировал всю чистую доходность и даже превышающую 100%. То есть остальные компании теряли вам деньги и очень существенно. И всего 40% компаний показали как бы buy and hold доходность, то есть за срок своей жизни, которая была выше, чем доходность одномесячных гособлигаций США. Подумайте об этом, 60% компаний теряют деньги по сравнению с элементарными облигациями госзайма американского. И в этом смысле, насколько хорошо убирать отдельные акции, для меня кажется довольно очевидным ответом, отдельные акции это почти бессмысленно. Следующий вопрос, это что происходило с активными и пассивными инвестициями во времени. Давным-давно Sharp уже сказал, тот самый, который Sharp Ratio, значит, что строго говоря, активные инвестиции всегда должны быть хуже пассивных, если вы думаете про издержки, которые несете на эту управляющую компанию или этого менеджера. То есть в этом плане, когда вы думаете о том, как простому человеку, который не очень разбирается в инвестициях, правильно в них заходить, наверное, было бы не очень правильным советом говорить ему, да, иди активному менеджеру, он тебе доставит все удовольствие. И когда вы думаете об реалиях борьбы на рынках, то активные менеджеры в течение времени не очень хороши. Вот здесь вот показано, что происходило с доходностями крупных инвестиционных фондов американского рынка, и насколько они в каждый отдельно взятый год, какой их процент переигрывали, то, что происходило со спайдером, с индексом S&P 500. Вы видите, что только за последние 23 года, что только в 17 годах, соответственно, большая часть менеджеров проигрывала S&P 500, в 6 годах больше 50% менеджеров смогли показать результат лучше, чем S&P 500. Это как раз про то, что, и там куча ссылок еще на конкретику, значит, про то, что вообще говоря, менеджеры не способны хорошо управлять деньгами, которые им дают. Ну и есть такой stylized fact, вроде бы, который посмотрел на динамику mutual funds, насколько они были способны демонстрировать альфу. И если вы, как бы, внимательно это смотрите, по отношению к КПМ, у многих из них хорошая альфа, потому что они берут на себя другие риски. Они берут риски маленьких акций, они берут риски моментума, они берут риски, связанные с value growth инвестициями. И вот когда вы на это корректируете, оказывается, что еще до издержек, до того, как вы вычтите, ну, в среднем от 1 до 2%, там выборка довольно длинная во времени, до того, как вы вычитаете эту историю, у вас получается, что они теряют по отношению к базовой пассивной модели. Мы, правда, немножко корректируем эту историю, почему я, собственно, рассказываю все это, потому что мы довольно глубоко в это закопались, и довольно много статей пытаемся про это написать. Там, похоже, риски немножко другие. То есть здесь надо более аккуратно корректировать, я не хочу в это влезать, но когда мы делаем более точную коррекцию, там все-таки средний альфа получается значимо положительный. Что касается российских реалий активного пассивного инвестирования, ну, сори, это немножко, может быть, некорректно показывать, но все равно, такие эксперименты у нас проводились довольно часто. Вот история с тем, что бросающий дротики маленький, я хотел назвать его шимпанзе, но я уже не уверен, маленький обезьян, он, значит, добивается успеха гораздо большего, чем добиваются успеха активные менеджеры российского рынка. И опять, и тот, и другой пример довольно неприятный, наверное, в среднем, по крайней мере, что такой существенный проигрыш происходит. Почему же менеджерам дают деньги? Ну, вот очень интересный вопрос оказался, когда вы спросили институциональных инвесторов. Это опять реалии австралийские, тем не менее, очень показательные практически для всех рынков. Почему эти институциональные менеджеры выбирают других управляющих активами, чтобы иметь возможность получать какую-то сверхдоходность? Правильный ответ – это про личные отношения, это про то, что этим институциональным инвесторам нравится технически. Тот менеджер, с которым они работают, и дальше, и прямо перечисление пунктов, все из которых более-менее перебиваются хард-дейта. Когда вы начинаете это исследовать, у вас практически все время получается, что все эти утверждения не верны. Первое, что умеют выбирать хороших менеджеров. Второе, что активная стратегия – это круто, потому что помогает перебалансировать портфель. Третье, что у них еще и доходность классная в течение времени, и, значит, они правы. Там четвертые, пятые. То есть в этом плане, к сожалению, все это завязано на том, насколько легко и приятно общаться людям, уважающим друг друга, и насколько легко, или, может быть, не так легко, передавать деньги в этой ситуации. Другое исследование про Австралию было про индивидуальных инвесторов. Что они делают, когда они пытаются принять решение о приходе на финансовые рынки? Это тоже печаль, потому что они основывают свои решения на доверии. Они говорят с соседом, они говорят с финансовым советником, они думают сами. То есть были и такие варианты ответа – ну, я сам умный, я сам могу принять такие решения. Это история про то, насколько вы хотите позволить советующим в этой ситуации людям, например, финансовым советникам. Мы не можем всех соседей обойти и приказать им что-то знать про финансовые рынки, но финансовых советников как вы должны регулировать? Вот только что, 1 октября 2019-го, наконец-то, вступило в действие в одной из саморегулируемых организаций такой новый документ, новый закон этический, с которым они все согласились, что советник обязан ставить нужды инвестирующего человека вперед своих нужд. То есть он должен советовать ему оптимальные опции для этого конкретного человека, а не для того, чтобы увеличить свои физ, которые он с него собирает. В этом плане это в том числе про индексные фонды, в том числе про ETF, то есть про то, что совет должен быть адекватным тому, что обычный простой индивидуальный инвестор должен на руки получать. Ну и последняя ремарка – это про робоадвайзинг. Когда вы думаете, что это может сделать с рынком, опять про робоадвайзинг, ну так технически можно считать любую программу, которая снимает риск профайл клиента и говорит, окей, у этого клиента такие-то отношения к волатильности, такие отношения к доходности, столько-то он боится просадки и так далее. Какие инструменты ему предложить. Вот робоадвайзинг у этих авторов был доступ к данным, в которых робоадвайзинг в течение времени неожиданно был введен в одном из брокеров. И вы видите вот на этом графике, как обращались к этому робоадвайзеру люди в течение времени. Это новые обращения в каждый отдельно взятый год. Снижается интерес, ровно потому, что все, кто хотел, они скорее вначале пришли, уже задали вопросы, и потом стабилизация какая-то происходит. Так вот, робоадвайзинг, он не говорит вам, вот эту акцию покупай, у нас классный совет. Он говорит вам, смотри, ты хочешь инвестировать, но ты очень боишься риска, тебе нужны только облигации. Или наоборот, ты, в принципе, толерантен к риску, готов потерять часть капитала, вот заходи в акции такого-то типа. В основном это про ETF и совет, естественно, с его стороны. Так вот, оказалось, что, в общем-то, польза от робоадвайзинга не очень большая. Несмотря на то, что вроде бы он должен помогать со стандартными вещами, оказывается, что помогает он в большей степени только с тем, чтобы люди не делали совсем простых бихеваристических ошибок. То есть вот эти поведенческие ошибки инвестора, когда он слишком долго держит падающие акции вместо того, чтобы закрыть позицию, когда он слишком мало держит растущие акции, это disposition эффект разных типов, когда он пытается сказать, окей, что там было в прошлом, биткоин рос, отлично, на 2018 год моя инвестиционная позиция, все в биткоин. То есть в этом плане вот такие ошибки у инвестора снижаются, и это хорошо. К сожалению, в среднем это не приводит к большим результатам. То есть плюсы оказываются только у самых концентрированных людей. Если он сказал, окей, у меня биткоин, или у меня Apple на этот год полная инвестиционная идея, весь мой пенсионный портфель вбухивается в одну акцию, тогда он получает очень большую пользу от робоадвайзинга. Там увеличивается диверсификация, значительно улучшается доходность, и он немножко меньше начинает торговать. У тех людей, у которых все уже разумно, более-менее, то есть правая часть, для диверсифицированных портфелей, там, к сожалению, пользы особой нет. То есть количество акций в портфеле, на самом деле, даже падает и не растет, и эти диверсифицированные начинают больше торговать, чуть больше теряют. Там незначимые эффекты, то есть в этом плане, наверное, вреда робоадвайзинг не приносит, но он не приносит и особой пользы. Какие выводы? Активные инвестиции исторически, да и сейчас, выглядят относительно слабо по сравнению с пассивными. Это опять не означает, что они плохи, это означает, что они берут на себя такие риски, которые, может быть, простому индивидуальному инвестору не очень интересны. Они позволяют получить доступ к очень разным таким типам рисков от моментума до левериджа, и в этом плане они, в конце концов, приводят к тому, что, наверное, неинтересны индивидуальному инвестору. Выбор отдельных активов запрещен на истории, робоадвайзинг особо не помогает, хотя поведенческие ошибки несколько сглаживает, и как бы bottom line для России попытка как-то перейти к хорошим финансовым советам может пройти через робоадвайзинг, но насколько это будет легко сделать, только время покажет, пока только эксперименты. Большое спасибо, и если есть вдруг вопросы, я готов на что-нибудь ответить. Спасибо, очень интересно. У меня вопрос про статистику и квалификацию. Например, я лет 10 назад сдавал экзамен в ФСФР, он был очень простой, и по идее я тоже могу заниматься, получается, этой деятельностью, но у меня это получится очень плохо. И статистики, которые приводили про обезьянку и прочее, учитываются ли там квалификации? Например, брались ли отдельно данные по выпускникам ФРМ или каких-то других владельцев сертификатов и так далее? Это отличный вопрос, я не буду врать, я просто не помню, но это сравнение на самом деле с управляющими инвестиционных фондов. То есть это не то, чтобы про отдельных индивидуальных инвесторов истории, это именно про тех, кто в управляющих компаниях как бы должен быть достаточно квалифицирован для того, чтобы хорошо инвестировать в рынок. То есть в этом плане сравнение довольно жесткое, с моей точки зрения. И сравнение с российскими пифами акций, это, конечно, на мой вкус, опять же, беда-беда, потому что там совсем большое различие как бы в результатах. Ну, собственно, управляющие пифами, я бы не сказал, что я встречал много квалифицированных управляющих пифов в России тоже. Думаю, если они здесь есть, они могли оскорбиться, поэтому каждый из них квалифицирован. Просто, возможно, они берут на себя другие риски, которые инвесторам, может быть, в среднем и не нужны. Спасибо. Спасибо, да. Еще вопросы? Не стесняться. Огромное вам спасибо. Спасибо вам. Было прекрасно. Все по таймингу. Спасибо огромное. На сцену приглашаем директора по работе с банковским сектором, САС. Тема лекции нейронная сеть. Все объяснимо и никакой магии. Здравствуйте, коллеги. Большое спасибо. Дадите инфографику. Меня зовут Алексей Рундасов. Я отвечаю в компании САС за работу с финансовым сектором. Еще отвечаю за телеком. Сам пришел со стороны заказчика. В общем, много всего интересного делал, как на стороне вендора, так и на стороне заказчика. Сегодня хотелось поговорить о вообще искусственном интеллекте, машинном обучении. Но я выбрал только нейронные сети. Но на самом деле, в принципе, все, что я сегодня расскажу, оно валидно и для других инструментов и алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта. Все мы бьемся в сторону, за лидерство искусственного интеллекта. Вот отрадно, что Владимир Владимирович сегодня подписал нашу национальную стратегию. Значит, мы что-то будем разрабатывать, внедрять, использовать не только в финансовом секторе, который сейчас является лидером в этой области, но и в других отраслях экономики. Собственно, если мы посмотрим, как государство смотрит в сторону искусственного интеллекта, мы увидим, что доля компаний, которые внедряют искусственный интеллект или уже промышленно их используют, она варьируется от региона к региону. То есть Китай лидирует, молодцы, очень ответственные ребята, достаточно умные. Дальше за ними идут США и ряд европейских стран. Нас здесь, к сожалению, нет. И очень хотелось бы, чтобы через какое-то время мы все-таки здесь появились, и там доля компаний, которые используют искусственный интеллект у себя в промышленности или в производственной деятельности, была бы больше. Мы проводили опрос среди банкиров по поводу того, где же искусственный интеллект должен помогать вам. Вот что искусственный интеллект и логаритмы машинного обучения улучшат в вашей операционной деятельности, в ваших банках. И в лидерах было три ключевых деятельности. Это автоматизация процессов, кредитный скоринг и подготовка данных. Отрадно, что тот же самый кредитный скоринг, наверное, является одним из ключевых процессов внутри банка. И применение искусственного интеллекта позволяет улучшить его кардинально. То есть идея эта в том, что и оценка, и принятие решения уходят от человека к машине. И мы это можем делать практически в условиях реального времени. По своему опыту могу сказать, что вот подобного рода применение искусственного интеллекта и сложных алгоритмов машинного обучения в России, наверное, одна из самых продвинутых школ в мире. То есть наши банки одними из самых первых начали запускать онлайновые кредитные конвейеры, которые отвечали, давать кредит или нет, за 30 секунд вначале. Сейчас это делается за 2-3 секунды даже с обращением к внешним источникам. И это очень круто. Собственно, началось все с простого. Использовались регрессии какие-то, что-то очень простое, интерпретируемое. Но сейчас все наши заказчики поголовно стремятся использовать еще и более продвинутые алгоритмы вместе с классическими алгоритмами оценки эффективности того или иного заемщика. Если говорить о том, что происходит в мире, то буквально в прошлом году немецкий центробанк, немецкий регулятор выпустил большой документ, который состоит из 200 страниц. Он назывался Big Data Meets Artificial Intelligence. И вот картинка, на самом деле, которая была на предыдущем слайде, она ровно оттуда. То есть банк, сам регулятор сказал, окей, искусственный интеллект – это данность, мы это понимаем. А вот наше видение, как этот искусственный интеллект может быть использован в процессах банка, в кредитных процессах, в автоматизации, в обработке обращений или еще чего-то. Очень похожую вещь выпустил французский ЦБ. Они волнуются, что несмотря на то, что количество компаний, которые используют искусственный интеллект во Франции, велико, банковский сектор не поспевает за этим трендом. И, собственно, они всячески стараются стимулировать. Также ряд других регуляторов пытаются стандартизировать подход к применению искусственного интеллекта, к валидации моделей, к оценке модельного риска. И выпускают разного рода программы для того, чтобы подобного рода технологии внедрялись в промышленное применение. Ну, мы с вами что-то говорим, искусственный интеллект, искусственный интеллект. А что это такое? Вот, собственно, это он. Нейронная сеть, где много-много разных зависимостей и ничего абсолютно непонятно. А как вообще разобрать, что там внутри, как машина приняла то или иное решение? При этом здесь может быть любой другой алгоритм. Случайный лес какой-нибудь, градиентный бустинг. Неважно, разобраться в этом невозможно. Я как человек бизнесовый, для меня это сложно. Сложно, но при этом вроде как игра стоит свеч. С одним из заказчиков в Бразилии мы внедрили и, что самое главное, защитили перед ЦБ использование алгоритмов искусственного интеллекта, таких как случайный лес, нейронные сети, даже градиентный бустинг, XGBoost перед регулятором. И за счет этого они смогли качественно улучшить свой кредитный портфель. И я считаю, что мы к этому рано или поздно тоже придем, и к этому нужно быть готовым. Мы начали проводить исследования, и вот то самое исследование, о котором я уже говорил, САС и ГАРП выделили три основных проблемы, три основных препятствия к использованию искусственного интеллекта у банкиров. Ну, прежде всего, это качество данных. Любой айтишный проект, он всегда упирается в банках в качество данных, много вопросов, с ними приходится разбираться, где-то это просто получается, где-то не очень, но это данность. Второе место в этом рейтинге среди проблемных зон заняло вовлеченность руководства. И дело в том, что действительно использование искусственного интеллекта, оно требует определенных организационных изменений. Культура компаний должна меняться сама по себе, и руководство, оно должно это всячески поддерживать и трансформировать компании и процессы для того, чтобы это было эффективно. И третье место, вот то, о чем мы сейчас будем с вами говорить, это интерпретируемость моделей. То есть люди боятся, что нельзя понять, а что же вот этот вот искусственный интеллект он сделал. Один из докладчиков сказал, что рано или поздно мы придем к тому, что действительно модели будут формироваться сами, алгоритмы будут появляться сами, и это правда. Но нам в любом случае нужны будут механизмы для того, чтобы оценить, а что же вот это самостоятельное, что эта машина сделала, и как этот результат может оказать влияние на наш бизнес. И самое главное, как защитить это перед регулятором, потому что если регулятор не будет к этому готов, мы не сможем применять эти модели нигде и никак. Мы всячески развиваемся, стараемся сделать так, чтобы наши заказчики были довольны и могли интерпретировать сложные модели искусственного интеллекта прямо из коробки. То есть в SASE это делается буквально там за несколько кликов. Частичные зависимости, Lime, ICE, другие механизмы для интерпретации сложных моделей, они у нас уже есть. И по сути, что мы делаем? Мы берем эту нейронную сеточку и пытаемся ее развернуть в обратную сторону, чтобы она была понятной, чтобы мы, как бизнес-пользователи, могли взглянуть на нее и понять, окей, машина приняла такое решение, вот потому-то, потому-то, либо по другому фактору. И фактически мы превращаем вот ту нейронную сеть, которая у нас была приведена чуть ранее, в тот хаос, вот что-то более читаемое. Вот в моем понимании это даже в какой-то степени похоже на регрессию, которую у нас активно принимает регулятор для разных бизнес-задач и позволяет ее легко защищать. То есть мы стараемся взять сложное и максимально упростить для промышленного применения. Ну, отдельно скажу, что подобного рода алгоритмы мы умеем применять даже в режиме онлайн для сложных задач, например, борьбы с мошенничеством, градиентный бустинг, xg-boosting, open-source, это все можно делать на лету. Коллеги, спасибо, я старался вернуться в тайминг. Вопросы? Есть, отлично. А вы могли бы совсем кратко сказать, с точки зрения регулятора, вот как вы доказываете, что действительно все понятно? Слушайте, я вам так коротко не отвечу. Давайте я вам оставлю визитку, и мы с вами продолжим разговоры во мне, потому что там вот я бы сел за чашечкой чая. Хорошо, спасибо. Огромное спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Забираем. Спасибо. Итак, следующий на сцену приглашается Артем Калихов. Прошу вас. Здравствуйте. Необходимые инструменты. Нужен ли кликер? Спасибо. Меня на самом деле зовут Игорь Кузьмичев. У нас произошла небольшая замена. Артем не смог, поэтому я выступлю за него. Я являюсь директором по развитию бизнеса компании Waves Enterprise, и сегодня я расскажу вам про инструменты, такие как кэш-пуллинг, цифровой кредитив, токенизацию обязательств на блокчейне. На вчерашней сессии Владимир Верхошинский, главный управляющий директор компании банка Альфа-банк, рассказал о том, что они внедрили кейс с их партнером Expert Retail Group, упомянул технологического партнера, но, правда, не сказал о том, что технологический партнер от компании Waves, и что кейс реализован на блокчейне. Я вам сегодня расскажу более подробно о нем. Какие есть проблемы в масштабах большой компании, если это холдинг, подобие крупного ритейлера или крупной производственной компании, логистической компании? Прежде всего, это высокие затраты на казначейскую службу. Вообще, существует два подхода к ведению казначейства. Это децентрализованный и централизованный. Децентрализованный – это когда много-много-много казначеев сидят в дочерних зависимых обществах, поправляют каким-то количеством расчетных счетов, открытых в банке. Централизованный – это когда все расчетные счета всех дочерних обществ сосредоточены в руках нескольких казначеев. В первом случае, это высокие затраты на казначейскую службу. Во втором – это высокая сложность и нагрузка на людей, которых тоже должно быть достаточно много. Плюс мы не забываем про риск операционных ошибок, которые существуют у нас, когда есть предметы для ручных операций. Плюс есть риск мошенничества или фрода, что тоже немаловажно. Концепция достаточно проста в кейсе Алифа и Х5. Есть два мастер-счета или главных счета. Есть несколько участвующих счетов в дочерних обществах. Несколько – это на самом деле несколько сотен. И организовано два денежных потока. Первый – это списание излишек с участвующих счетов на один мастер-счет. И второй поток – это пополнение нуждающихся участвующих счетов для совершения оплат, выплаты за оплаты, расчетов с поставщиками. Здесь реализован физический кэш-пулинг, когда деньги реально перечисляются со счета на счет. Собственно, вот те два потока, о которых я сказал. Излишек изымается прямым переводом с участвующего счета на главный счет, а пополнение осуществляется следующим образом. На самом деле, фактически сразу происходит оплата в счет холдирования денег на главном счете, который потом уже в конце банковского дня списывается с мастер-счета. Это удобно и быстро. Какие преимущества вообще, почему блокчейн здесь? Во-первых, блокчейн здесь решает очень хорошо интеграционную задачу связывания инфраструктур банка и клиента, потому что инфраструктура закрыта, и никто друг друга не пускает. На самом деле, классическое дистанционно-банковское обслуживание – это когда клиент заходит в банк-клиент через интернет, естественно. Здесь есть риск, опять же, фишинга и других мошеннических операций. В данном случае у нас работа идет в локальной сети, дальше об этом подробнее расскажу. Это повышение достоверности к информации, надежность, потому что у нас здесь применяется усиленно квалифицированная электронная подпись, применяется шифрование данных. И еще, что немаловажно, применяются смарт-контакты, которые позволяют обеспечить автоматизацию валидации данных и некоторую бизнес-логику, которую раньше делали казначеи. Вот так выглядит архитектура системы. Ноды блокчейн-сети расположены в инфраструктуре Альфа-банка, расположены в инфраструктуре X5 Retail Group. Между ними прямой канал зашифрованный. На стороне банка нода интегрирована с АБС, что позволяет обеспечивать выхождение настройка кэш-пулинга и платежных поручений. На стороне клиента сейчас у нас портал, то есть казначей заходит в веб-приложение. В будущем мы будем делать интеграцию с ERP для того, чтобы сделать чистый хост-то-хост, облегчить нагрузку на казначея. Архитектура на самом деле достаточно простая. При всей этой простоте мы смогли связать две инфраструктуры двух отдельных игроков, которые условно независимы и друг другу не доверяют. Какие есть параметры для управления этими услугами? Их не так много. Для списания есть лимит списания, есть периодичность списания, есть назначение платежа, которое указывается при списании. Здесь надо сказать, что за всем этим есть еще юридическая основа, потому что фактически за этим стоит договор внутри корпоративного займа, для того, чтобы у налоговой не было каких-то вопросов, почему одна компания перечисляет на счет другой компании деньги и потом обратно. При пополнении на самом деле примерно такой же набор параметров, плюс есть еще возможность указания режима оплаты за счет собственных средств, либо только за счет холдирования средств на главном счете. Какие эффекты получил X5, какие эффекты получил Альфа? Про хост-хост-соединение я уже сказал, это безопасно. Клиент X5 экономит на казначерях, потому что нагрузка на них снижается, они могут заниматься другими операциями, либо их численность может быть уменьшена. Повышается ликвидность денежных средств, потому что они аккумулируются на астер-шете и могут быть использованы более эффективно, например, были высокие ставки по депозиту, там что-то подобное. Возможность кастомизации приложения под себя клиентом, потому что она находится у клиента внутри. Ты на самом деле слайд вернул. Вся бизнес-логика здесь находится в личном кабинете X5, она не находится в Альфе. Клиент может делать в принципе в приложении все, что захочет, он на самом деле даже может дорабатывать это приложение, развивать его. В стране банка у нас участвует только АБС с вынесением через API простейших платежных функций. Как я уже сказал, используется УКЭП для того, чтобы обеспечить юридическую значимость, неотказуемость, для того, чтобы банк доверял клиенту. Такой простой кейс. На самом деле мы сейчас перерабатываем архитектуру подключения нескольких банков и нескольких клиентов, для того, чтобы система получилась мультибанк-мультиклиент. В принципе, это система, в которую банки хотят подключаться, а клиенты хотят видеть в своей системе несколько банков, чтобы управлять своими пулами в нескольких банках. Еще без презентации расскажу о кейсе, который мы делаем для одной металлургической компании по токенизации займов. У компании есть задолженность перед контрагентами, например, за поставленные товары или оказанные услуги. Компания хочет отсрочить момент, когда она будет оплачивать. Она отправляет контрагенту оферту, инновации, обязательства в займ с какими-то параметрами. Срок займа 60 или 90 дней, ставка дисконтирования, процентная ставка. Контрагент может отказаться, может согласиться. В случае, если он соглашается, заключается так называемый договор инновации обязательства в займ. Когда все это происходит на блокчейн-платформе, то каждое действие каждого лица сопровождается записей транзакций в блокчейн с меткой времени и подписей электронной. Затем, по прошествии какого-то времени, контрагент может направить требования погашения полным или частичным, досрочным или по истечению срока и получить свои средства. Вот, казалось бы, такая простая система. Зачем она нужна? На самом деле, она нужна, когда будет возможно вторичное обращение этих токенов, этих токенизированных займов, когда будет принят закон о цифровых финансовых активах. Мы рассчитываем, например, что, возможно, осенью этого года он будет принят, тогда будет возможно вторичное обращение. У системы сразу появляется дополнительная ценность. Цифровой аккредитив, на самом деле, примерно то же самое, только в эту цепочку еще включается банк, который является гарантом для клиента и для покупателя о том, что деньги будут перечислены за товар надлежащего качества. Вот рассказал о трех кейсах на блокчейне, которые, на самом деле, кажутся достаточно простыми, именно блокчейн позволяет их сделать достаточно эффективными, легко внедряемыми, практически из коробки. На самом деле, любой банк, любой клиент может сделать под свой бизнес-процесс любую систему, а блокчейн позволит сделать эту систему легко внедряемой в инфраструктуру, безопасной за счет шифрования и доверительной, потому что оба участника будут доверять тем данным, которые есть в этой системе. Коллеги, спасибо большое. У вас нужны вопросы? Спасибо. Огромное спасибо. Мы приглашаем на сцену руководителя лаборатории квантовых вычислений ЦКТ МГУ Станислав Страупе. Тема лекции. Тема лекции квантового вычисления – современное состояние технологий. Здравствуйте, коллеги. У меня довольно необычный, наверное, для этой конференции доклад. Дело в том, что я не имею никакого отношения к финтеху. Я физик-экспериментатор и представляю Центр квантовых технологий Московского университета, где мы занимаемся квантовыми вычислениями, в том числе среди всего прочего. Я хотел немножко рассказать вам о том, как потихоньку из прикладной науки и исследовательского направления эта область превращается в индустрию, и что здесь интересного происходит. Обычно, когда люди оценивают рост производительности вычислительных систем, классических, все отсылают к так называемому закону МУРа, согласно которому число транзисторов, как известно, удваивается примерно раз в пару лет. Примерно аналогичная тенденция имеет место и в области квантовых вычислений в последние несколько лет. Если мы посмотрим на число кубитов, это элементарные носители информации в системах квантовых вычислений, то оно с каждым годом увеличивается, и рост этот, в принципе, тоже напоминает нечто экспоненциальное. Тут, в отличие от закона МУРа, у нас немножко меньше времени для наблюдений, поэтому точно утверждать, насколько этот закон будет продолжаться пока, наверное, рановато, но, тем не менее, определенный тренд явно имеется. Но самое главное, что важно здесь понимать, что на эту экспоненту, на самом деле, накладывается еще одна. Дело в том, что с ростом числа кубитов сложность моделирования такой большой квантовой системы на классическом компьютере растет тоже экспоненциально. Поэтому, если мы примем оптимистический взгляд на квантовое вычисление и скажем, что если у нас есть некая квантовая система, которую сложно стимулировать на классическом компьютере, то, собственно, она может быть использована как некий новый вычислитель, который может превосходить по своей мощности классический, то тогда окажется, что рост вычислительной мощности этих новых систем вычисления дважды экспоненциальный. И, собственно, вот это делает его настолько интересным, что в последнее время появилась целая-целая область, которая привлекает уже не только ученых, но и бизнес. Значит, что нужно понимать про квантовый компьютер? Во-первых, с одной стороны, это универсальный вычислитель. То есть, если мы заглянем куда-то в достаточно отдаленное будущее и будем оптимистами, будем считать, что вот этот квантовый аналог закона Мура будет продолжаться и дальше, то, в принципе, нет никаких запретов, которые бы не позволили создать на основе вот таких квантомеханических систем универсальную вычислительную машину, которая делала бы все то же самое, что и обычный компьютер, но некоторые алгоритмы на ней можно было бы выполнять быстрее, причем быстрее качественно. Но об этом я чуть позже еще расскажу. А где мы сейчас? Сейчас мы в эре, которая называется Noisy Intermediate Scale Quantum Computers, то есть шумные квантовые компьютеры промежуточного масштаба. То есть это несколько десятков кубитов, как вы видели на предыдущем слайде. И, собственно, самый главный вопрос, а что, собственно, эти шумные маленькие устройства могут делать? И, к сожалению, на данный момент нет никакой убедительной экспериментальной демонстрации того, что устройство такого масштаба может решать какую-то практически важную задачу. Но есть существенные основания полагать, что в ближайший момент это произойдет. И, собственно, я попробую вас в этом сегодня убедить. Тем не менее, несмотря на то, что здесь все пока еще находится в достаточно ранней стадии, большинство технологических компаний, которые занимаются разработкой программного обеспечения или железа, так или иначе инвестируют в квантовые технологии. То есть если вы посмотрите на вот эту карту, то здесь и IBM, и Intel, и Microsoft, и даже Alibaba все имеют некие подразделения, которые так или иначе разрабатывают свои собственные квантовые процессоры или разрабатывают программное обеспечение. То есть квантового компьютера как бы еще нет, однако разработчиков программного обеспечения уже есть несколько десятков для него. Есть целая линейка технологических стартапов, некоторые из которых привлекают достаточно внушительные инвестиции. То, что здесь приведено, это, как правило, все-таки технологические стартапы, которые разрабатывают именно железо. И то, что на правой, на левой части слайда, это компании, которые занимаются программным обеспечением. Это все мировой рынок, но если посмотреть, что происходит в России, в России в основном пока государственное финансирование. В основном финансирование идет по разным совершенно каналам. От чисто научных фондов, заканчивая научно-технологической инициативой, где, например, в последние пару лет были организованы два центра научно-технологической инициативы, именно посвященные квантовым технологиям, в частности, квантовым вычислениям. Один из них, вот я имею честь здесь представлять, второй расположен в Миссисе, они больше сфокусированы на квантовой связи, квантовой криптографии. Есть другие крупные проекты, российский квантовый центр, например, в МГТУ имени Баумана тоже ведутся интересные разработки. В общем, в основном это пока государственные организации и, скажем так, прикладная наука. То есть это попытка все-таки строить железо для квантовых компьютеров, совершенствовать кубиты и пытаться довести эту систему до того, чтобы на ней можно было что-то считать. В области программного обеспечения алгоритмов у нас пока не так все радужно. И вот какого-то аналога того бума, который мы видим во всем мире, с этих стартапов, которые пытаются либо напрямую использовать квантовые алгоритмы, либо делать то, что называется quantum inspired, алгоритмы, которые как бы стимулируют это все на классическом компьютере, пытаются найти какие-то неордоксальные подходы к задачам, уже решая их на классическом компьютере. Этого у нас пока нет, но мы надеемся, что мы стараемся, по крайней мере, как-то простимулировать наше IT-сообщество, проявить к этому интерес. Надеемся, что в ближайшее время это получится. Теперь, насколько далеко вообще сейчас все это продвинулось. Здесь я могу показать следующую картинку. Она на самом деле официально компанией Google пока не опубликована. Это некая утечка, которая произошла пару недель назад, но я думаю, что в ближайшее время это все станет открытой публичной информацией, поэтому ничего страшного не будет, если я это покажу, тем более, что я взял это из открытых источников. Значит, буквально пару недель назад появился некий припринт, который случайно утек в интернет и стал доступен всем желающим, кто успел его скачать, согласно которому компания Google в ближайшие, скорее всего, месяц-два объявит о том, что называется квантовое вычислительное превосходство. Что это такое? Это значит, что квантовый процессор последнего поколения, который называется Google SicaMore, вот он здесь на красивом рисунке справа представлен, он включает в себя больше 50 кубитов, и он впервые смог сделать то, что являлось как бы таким священным граалем для всей этой науки в течение, может быть, последних 20 лет. Он продемонстрировал некий алгоритм, который вычислял функцию существенно быстрее, чем любой классический компьютер. Как эта функция была устроена, и что это за алгоритм, в общем, на самом деле не столь важно. Но важно, на самом деле, то, что полная его симуляция на классическом компьютере потребовала бы вот там больше 10 тысяч лет, если посмотреть на этот график. Там указано, я не знаю, насколько это хорошо видно, но там указано время, которое потребовалось бы классическому компьютеру для симуляции вот этого всего дела. Причем это достаточно мощный какой-то такой вычислительный кластер. Я, честно говоря, точных характеристик не знаю, но учитывая то, что это Google, у них, в общем, ресурсы довольно приличные. Вот, и это действует о неком качественном преимуществе, да, то есть это некий качественный разрыв вычислительной мощности между тем, что может квантовая система, и тем, что может система классическая. Да, единственное, что надо про это понимать, что пока что этот алгоритм совершенно непрактичный, да, то есть его единственной задачей было, собственно, быть сложным для классической машины и быть простым для квантового компьютера. Вот, вопрос, насколько, как бы, удастся эту машину превратить в инструмент, который будет считать, что это полезное, это вопрос, который пока, скажем так, ну, стопроцентно положительного ответа на него нет, но я попробую сейчас показать, почему можно быть здесь оптимистом. Ну, во-первых, предположим, что у нас есть большой квантовый компьютер, нам удалось справиться с ошибками, которые неизбежно в нем возникают, с которыми надо бороться, что, собственно, он может нам предложить. Есть достаточно широкий класс, на самом деле, квантовых алгоритмов, то есть считается, что квантовый компьютер может делать там раз-два и обчелся, какие задачи, вот, на самом деле это не совсем так. Есть несколько классов, есть класс задач, для которых квантовый компьютер превосходит классически просто экспоненциально, да, то есть это экспоненциальное ускорение. Это, вот, например, разложение простых чисел на, разложение чисел на простые множители, разные алгоритмы линейной алгебры, типа решения системы уравнений, обращения матриц и так далее, да. Вот, здесь у нас экспоненциальное преимущество, и это то, с чего, собственно, все началось, да. Именно вот наличие таких алгоритмов являлось мотивацией к попытке построить такую систему в железе. Есть симуляция, собственно, квантовых систем, да, то есть это решение задач квантовой химии, новые материалы, лекарства и так далее. Здесь тоже ускорение близко к экспоненциальному, но, к сожалению, эта штука не всемогущая, да, то есть, например, NP-сложные задачи она решать может, но всего лишь квадратично быстрее, чем классический компьютер. Да, тем не менее, как бы это квадратичное ускорение, оно с практической точки зрения во многих задачах может быть критическим, да, то есть если у вас есть некоторые задачи, которые решаются, ну, чуть лучше, чем просто перебором, то, возможно, квантовая система поможет увеличить вам квадратично, увеличить вам размер этой задачи, которая доступна для решения. Ну, среди таких вычислительно сложных задач есть много чего, имеющее практическое значение, да, любая задача глобальной оптимизации, много что, много что в области машинного обучения, да, сводится так или иначе к вычислительным задачам, которые можно охарактеризовать в целом как комбинаторная оптимизация, да, то есть вот комбинаторная оптимизация – это оптимизация на каких-то дискретных структурах типа графов. И оказывается, да, что, в принципе, даже если никакой специальной структуры в этом графе и в этой задаче нет, то, тем не менее, квантовый компьютер позволяет увидеть там ускорение, да, насколько это ускорение существенно и когда мы его, наконец, увидим, да. Здесь вот можно посмотреть на представленный график, который я взял из свежей достаточно работы коллег из компании Intel, которые промоделировали, промоделировали задачу, ну, так называемый MaxCut на графе, в общем, одна из задач комбинаторной оптимизации, которая доказана NP-сложная. Они промоделировали ее решение на процессоре сверхпроводящем, квантовом, с обладающими характеристиками, примерно такими, как сейчас у компании IBM. Да, вот где-то до 20 кубитов примерно они дошли, и вот на вставке слева, да, виден, видно увеличенная область этого графика для того числа кубитов, которые сейчас на данный момент в процессорах доступны. Да, ну, то есть на самом деле сейчас у Google уже есть 50 и даже 74, но этих точек здесь нет, потому что это моделирование на классическом компьютере. Вот, а синий график внизу справа – это то, что дает наилучше известный на данный момент классический алгоритм. Да, здесь нужно обратить внимание на то, что наклоны этих кривых разные, да, то есть в какой-то момент они пересекутся. По оси Х отложено число переменных, собственно, используемых при моделировании, да, то есть размер этой задачи, и он примерно равен числу кубитов, которые нужны для его решения. Да, и мы видим, что пока, как бы, да, классический алгоритм далеко впереди, но, тем не менее, где-то в районе нескольких сотен, может быть, тысячи кубитов будет точка пересечения. Да, и это будет уже превосходство именно в той задаче, которая имеет достаточно большое практическое значение, но я бы сказал, что, как бы, его сложно переоценить, потому что, поскольку она НП сложная, к ней сводится, в общем-то, все, что угодно, да, начиная от странствующего Камива и Жора до, там, различных задач глобальной оптимизации. Если мы увидим эту точку пересечения в ближайшем будущем, да, так, если прогнозировать более-менее оптимистично, то мне кажется, что до уровня вот в несколько тысяч кубитов такого плана, как, с теми же свойствами, как вот эти вот точки в правой части графика, мы им сможем дойти, ну, в течение ближайших пяти, может быть, максимум десяти лет. Вот, эта система позволит получить преимущество по сравнению, в общем, с любыми классическими алгоритмами. Ну, и что это может принести для, например, каких-то финансовых приложений? Я, поскольку представлял себе, куда я еду, я решил посмотреть, что известно про квантовые алгоритмы для каких-то финансовых задач. Оказалось, что не так уж мало. Да, есть, по крайней мере, целый обзор, достаточно свежий, посвященный именно финансовым приложениям квантовых алгоритмов. Там перечислено огромное количество задач, которые допускают в той или иной степени квантовое ускорение. Ну, у меня, конечно, нет времени на всем этом останавливаться, но в некоторых из них ускорение может быть даже экспоненциальное. То есть, например, в каких-то задачах, которые решаются методами, скажем, линейного программирования, можно ожидать достаточно большого ускорения. Значит, основной месседж в том, что алгоритмы существуют, многие из них достаточно прикладные, и как только железо дойдет до того уровня, где можно будет увидеть вот это вот превосходство, я думаю, что интерес к этой области существенно увеличится, даже по сравнению с тем, что есть сейчас. Ну и если у меня есть еще пара, совсем чуть-чуть времени, да, ну я тогда, я весьма кратко, я могу сказать, что есть разные физические системы, на которых сейчас пытаются это сделать, то есть вот то железо, из которого этот квантовый компьютер будет состоять. Наверное, наиболее продвинутый сейчас это сверхпроводящий кубит, и вот тот самый компьютер Google, он как раз именно на них и построен, но у них есть определенные проблемы, поэтому вполне возможно, что тот квантовый компьютер, который мы в итоге увидим, будет выглядеть как-нибудь по-другому. Например, существует чисто полупроводниковое решение, которое позволит использовать, в общем, всю ту машинарию, которая разработана уже в полупроводниковой индустрии. Ну и напоследок немножко саморекламы, я себе позволю, у нас в Центре квантовых технологий МГУ мы тоже, в общем, занимаемся построением прототипов квантовых компьютеров, и в нашем плане к 2021 году запустить 50-ти кубитный симулятор на основе одиночных атомов в оптических ловушках, и мы надеемся, что где-то вот в ближайшие 2-3 года эта система станет доступна в онлайн-доступе, то есть это будет система облачных вычислений, которая, ну, скорее всего, вначале будет в основном использоваться для каких-то исследовательских приложений, но, тем не менее, тестировать какие-то алгоритмы на ней можно будет уже в ближайшее время. Ну и в качестве выводов я хочу сказать, что эта область существует, она активно развивается, и люди, которые работают в этой области, полагают, что, в принципе, даже те устройства, которые в ближайшие там несколько лет мы можем, надеяться, получить, они смогут дать нам какие-то преимущества уже в практически важных задачах. Спасибо. Спасибо огромное. Очень интересно послушать про будущее. Секунду, есть вопросы? Хорошо. Может, не совсем к началу подошел, а вот была речь или не было о диабетических квантовых компьютерах, там типа DeWave, которые вроде как, ну, они немножко по-другому принципу работают, там квантовые отжиг, гамильтериан образуются, там оптимизация определенных классов задач. И вроде как там уже достаточно, ну, такая продуктивная технология, их можно купить, их покупает тот же Google, тот же IBM. А вот здесь вот, как бы, насколько это... Ну, понятно, что там у класс задачи, чем у классических квантовых учителей, меньше, но все-таки там, как бы, какое развитие, какое-то состояние этой отрасли. Ну, развитие есть, компания DeWave действительно существует довольно давно, она активно продвигает свои технологии. Это не совсем квантовый компьютер, да? Я согласен, да. Это некая аналоговая вычислительная машина, да? То есть, собственно, поскольку это не совсем квантовый компьютер, то сложно убедительно показать, что вот есть некое симпатическое превосходство, да? То есть, никто не гарантирует, что увеличивая размерность задачи, да, вы сможете, как бы, что это превосходство будет сохраняться. В то же время для настоящего квантового компьютера, типа того, что делает Google, да, это просто доказано. Ну, понятно. Вот, и в этом смысле, как бы, наверное, то есть, то, что делает DeWave, безусловно, полезно и хорошо. То есть, если есть некое устройство, которое решает задачу на практике, да, наверное, надо им пользоваться. Вот, но насколько, как бы, этот подход выживет, я, честно говоря, не берусь сказать. Тут есть некие сомнения. Понятно. Спасибо. Стас, хотел бы задать вопрос про методологию. Как делать алгоритмы квантовыми? Ну, это же не те самые алгоритмы, которыми мы привыкли с ними работать. Вот, что нужно сделать? Необходимо изучать физику или необходимо перестроить сознание? Ну, это не знаю. Ну, это вопрос, на который, наверное, нет ответа, да? То есть, ну, создание алгоритмов – это, в принципе, искусство. Создание квантовых алгоритмов, да, искусство в квадрате, да? То есть, есть, как бы, сингулярности типа алгоритма Шора, да, там, который, вот, ну, то есть, это просто некое озарение, когда появился какой-то трюк, благодаря которому можно что-то сделать, да? То есть, мы можем узнать какое-то глобальное свойство функции, типа периодичности, да, гораздо быстрее, да, с помощью квантового преобразования Фурье, чем на классической машине. Но это исключение. Вот, алгоритмы, которые дают квадратичное ускорение, их конструировать, ну, относительно просто, да? То есть, мы можем свести, например, задачу к какой-то комбинаторной оптимизации, да, например. Вот, а дальше просто мы представляем вершины этого графа в виде спинов условно и пишем гамильтониан взаимодействие, да, в соответствии с параметрами нашей задачи. И дальше симулируем его на квантовомеханическом компьютере. Это дает нам, ну, примерно, там, какое-то полиномиальное ускорение, да? Дальше зависит от того, насколько хитро мы все это устроим. Там, на самом деле, не до конца все понятно, то есть, мало пока строгих результатов. Да, то есть, вот то, что я приводил, это численная, численная симуляция. Вот есть основания полагать, что, как бы, будет так. Тут достаточно просто. То есть, широкий класс задач, можно туда закодировать и считать. Насколько этот подход правильный, ну, сложно сказать. Пока лучше, что у нас есть, да. То есть, ну, тут, по крайней мере, есть целое поле для деятельности, я бы сказал. Вот основной месседж в том, что, как бы, люди, которые занимаются дизайном алгоритмом, могут посмотреть в это направление. Может быть, еще вопросы? Будущее уже здесь, поэтому лучше сейчас задать вопросы. Спасибо большое, Станислав. Огромное спасибо. Спасибо за поддержку, дорогие друзья. Кликер, если можно. Кликер, Станислав. Спасибо.